Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Власти железнодорожного района Самары решают конфликт жителей. Собственник земли начал застраивать территорию, из-за чего люди остались без дороги. Компромисс найден. Бетонные блоки, вставшие на пути у желающих подъехать к Волге, уберут. Отремонтировали парковки и коммуникации, нанесли дорожное покрытие и разметку. В Самаре завершают комплексный ремонт улицы Мичурина. Не пройти, не проехать. В частном секторе железнодорожного района жители борются за единственную дорогу. Участок, где она сейчас проходит, оказался в частной собственности и на месте уже готовится к масштабной стройке. В ситуацию вмешались городские власти. Как предлагают уладить конфликт, узнала Светлана Кудрявцева. Дорогу, по которой еще вчера жители речного переулка спокойно ходили и ездили, сегодня перекрыли. Участок готовят к стройке. Как выяснилось, с 2001 года он находится в частной собственности и официально стоит на регистрационном учете. Люди переживают, что теперь не смогут попасть к своим домам, поскольку это единственный въезд в жилой массив. Мы в чрезвычайной ситуации окажемся в замкнутом пространстве. Мы не сможем выехать и спасти свою жизнь. Человек заболеет, скорая помощь не проедет, появится какой-то пожар на территории, пожарные не проедут. У нас альтернативной дороги нет. В итоге жители частного сектора встретились с собственником участка. Договориться самостоятельно не получилось. В ситуацию вмешались городские власти. Глава железнодорожного района Вадим Тюнин осмотрел территорию и заверил население, что они не останутся без дороги. Ее можно будет проложить параллельно существующей. До появления новой дороги собственник пообещал не перекрывать существующий проезд. Сейчас приедет установка, которая буровая, бурит колышки, она забурит эти колышки и вот здесь начнут люди работу. То есть это будет забор. Проезжие полотно, то есть трогаться, как мы с вами проговорили, нет, не будем. Вопрос должны уладить в ближайшее время, поскольку не за горами школа и осенние дожди. По срокам я думаю, что мы определимся в начале следующей недели. Но в любом случае эти сроки, конечно, будут очень ограничены во времени, потому что ситуация накалена, ее нужно разрешить самым благоприятным образом, чтобы ни жители не пострадали, ни, соответственно, вопрос собственности тоже. Самих жителей частного сектора такой вариант развития событий устроил. Единственное, о чем просят, сохранить детскую площадку, рядом с которой и пройдет новая дорога. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События. Бетонные блоки, перекрывающие спуск к Волге на третьей просеке, с разрешения природоохранной прокуратуры уберут в понедельник. Такое решение было принято на встрече представителей ведомства, жителей города и главы администрации Октябрьского района. Как блоки оказались на спуске и что с этой территории будет дальше, выяснил Андрей Горгуленко. Бетонные блоки раздора, каменные глыбы пока еще лежат на спуске к Волге на третьей просеке, но они уже не перекрывают въезд к лодочной переправе. Установили их в середине июля, после рекомендации природоохранной прокуратуры, чтобы предотвратить нарушение 65-й статьи Водного кодекса России. На песчаный пляж здесь часто заезжают на автомобилях, шумят и мусорят, мешая жителям соседних домов. Однако бетонные блоки отрезали от береговой линии не только любителей шумно отдохнуть, но и тех, кто спускает в Волгу плавательные средства. Площадка на третьей просеке – одна из немногих, где владельцы небольших лодок могут переправляться на другой берег. И ограничением доступа к площадке были возмущены. Здесь спускают лодки люди, у которых там казанки, прогрессы, яки, каяки, байдарки – все приезжают сюда. Но никто из этих людей не пытается здесь намусорить, как-то себя вести недостойно. Все люди приезжают отдыхать, поправлять здоровье семьями. Чтобы разобраться в конфликте, представители природоохранной прокуратуры вместе с районными властями на месте провели встречу. После обмена мнениями было озвучено временное компромиссное решение. Эти блоки с разрешения надзорного ведомства уберут к понедельнику. Учитывая востребованность данного участка для спуска на воду плавательных средств, районные власти встретятся с инициативными группами жителей соседних домов и владельцев лодок, чтобы вместе обсудить перспективы развития этой территории. Конечно, это вопрос не этого года, но эту проблему нужно решать, потому что на самом деле она востребована. Тут есть и пляж, и переправа по факту, но на данный момент она, к сожалению, не организована. Нужно выработать такой механизм решения проблемы, который бы соответствовал в первую очередь требованиям закона, во-вторых, чтобы он был удобен максимальному количеству людей. При этом жесткой конфронтации нет. Интересы всех сторон сходятся в одной точке. Здесь должен быть благоустроенный спуск, чтобы люди могли комфортно отдыхать, не мешая друг другу и не нарушая Водный кодекс Российской Федерации. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. 4 тысячи квадратных метров парковочных мест дополнительно появятся на улице Победы в этом году. Во время комплексного ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» городская власть решила и эту насущную проблему самарцев. Парковки, которых теперь будет в два раза больше, делают рядом с магазинами и объектами социальной сферы. Подробнее расскажет наш корреспондент. Улицу Победы от Кирова до Гагарина комплексно ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», приводят в порядок тротуары, устанавливают новые бордюры. Дорогу, а это более трех километров, асфальтируют в два слоя. Сейчас на последнем отрезке от нововокзальной укатывают выравнивающий слой. Параллельно делают парковочные карманы. По всей Победе их площадь составит 7 тысяч квадратных метров. 4 тысячи из них отведены под новые парковки. Их делают специально рядом с магазинами и объектами социальной сферы. По этому поводу было принято решение об увеличении парковочных мест по мере технической возможности, чтобы селению нашего города было удобно оставлять свои транспортные средства в предназначенных для этого местах. Работы, несмотря на сложившуюся эпиземиологическую ситуацию, ведутся в достаточно хорошем темпе. Я думаю, что работы по ремонту всего объекта будут закончены в текущем году в соответствии с графиком. Оставлять машины на парковках можно уже сейчас. Нижний слой асфальта выдержит нагрузку, рассказали строители. Автолюбители и владельцы местных магазинов рады, что теперь есть возможность цивилизованно припарковаться, не загромождая дорогу. Получается у нас трехполосное движение. И большое количество магазинов у нас расположено по этой улице. У нас автомобили останавливаются в два-три ряда и мешают основному движению. Поэтому тут эти карманы тоже непосредственно нужны. Вся работа ведутся круглосуточно. Ночью занимаются проезжей частью, чтобы не мешать движению автомобилей и общественного транспорта. Днем принимаются запарковки, примыкания, тротуары и бордюры. Человек с пашком – это часть обеспечения безопасности участников дорожного движения и пешеходов, соответственно. Чтобы, не дай бог, при выезде строительной техники на основной ход машина попала в ДТП и не создала пробку и неудобства жителя нашего города. На следующей неделе на Победе завершится укладка верхнего слоя асфальта. И начнется дальнейшее благоустройство улицы. Установка пешеходных ограждений, знаков дорожного движения, нанесение разметки. В прошлом году по такой же схеме отремонтировали Победу на отрезке от улицы Елизарова до проспекта Кирова. Этот участок, а затем и вновь отремонтированный, будет три года содержать подрядная организация, которая приводит в порядок улицу Победы. Светлана Кудрявцева, Василий Калдашов, События. Комплексный ремонт улицы Мичурина почти завершен. Его выполняют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Накануне дорожные рабочие наносили разметку на двух перекрестках с Московским шоссе и улицей Осипенко. За процессом наблюдал Андрей Горгуленко. Внутри котла разметочной машины, скрываясь в паре из-за высокой температуры, специальный миксер перемешивает термопластик, чтобы он не застыл. Тут поддерживаются рабочие 200-210 градусов. В соседнем котле стеклянные шарики. Их наносят сразу поверх термопластика для светоотражения разметки. Перед нанесением дорогу просушивают, очищают и делают предварительный набросок. Если с прямыми линиями все просто, то для нанесения изогнутых требуется геометрическая точность мастера, чтобы был задан правильный радиус и полоса для движения была одной ширины. Несколько точек берется, и по ним уже чертится предварительный размер, по которому уже пойдет машина. Ширину линии измеряется рулеткой, потому что достаточно пятиметровой рулетки. Термопластик в разы прочнее обычной краски. Он выдерживает и погодные испытания, и частый контакт с автомобильными шинами. Гарантия – один год. На улице Мичурина разметку нанесли почти полностью. Не только краевые и осевые линии, которые разделяют полосы для движения, но и те, что показывают направление машин на перекрестках. Самарские водители отмечают, такая разметка особенно удобна. Конечно, уже сразу видно, где, в какой полосе, где встречка, не встречка, чтобы соблюдали дистанцию, порядок, и чтобы не подрезали ничто, и как раз направление по дороге. В ближайшее время еще предстоит разметить отремонтированные парковки, а также нанести разметку осторожно дети возле центра фехтования. Она появится после того, как на участке будут установлены соответствующие дорожные знаки. В этом году улицу Мичурина комплексно ремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ее приводят в порядок на участке почти 2,5 километра от Масленникова до Чкалова. Здесь заменили дорожное покрытие и бордюры, уложили плитку на тротуарах, отремонтировали инженерные коммуникации и парковочные карманы, сделали карманы для общественного транспорта, на переходах установили пандусы и тактильную плитку, а вдоль дороги – новое ограждение. Также устроили островки безопасности для пешеходов в середине дороги, продолжают приводить в порядок газоны. Установка новых светофоров выполнена наполовину, дорожных знаков – на 60%. На каждом этапе все работы контролируют специалисты МБУ «Дорожное хозяйство». Если испытания подтверждаются, соответствуют всем ГОСТам и строительным нормам, то такие работы принимаются. Если что-то не проходит, подрядчик переделывает данный вид работ, добиваясь качества, но уже за счет собственных средств. Работы на участке почти завершены. По контракту срок сдачи объекта – конец октября. Но, учитывая значимость и загруженность улицы, подрядчики выполнили работу быстрее, при этом не теряя в качестве. Закончить комплексный ремонт подрядчик намерен до конца лета. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Самара готовится к зиме. В этом году в городе заменят почти в два раза больше труб на городских теплотрассах, чем в прошлом. Работы ведутся с опережением графика. На некоторых объектах уже выполнено от 80 до 90% от общего объема. Контролирует темпы и качество ремонта городской штаб по подготовке к отопительному сезону. На местах перекладки теплотрасс побывал наш корреспондент. С утра пораньше городской штаб по подготовке к отопительному сезону уже на ногах. Представители администрации районов, где ведутся работы по перекладке теплосетей, подрядчики и представители городской власти, городской административно-технической инспекции по благоустройству оценивают ход работ. Сегодня проверяли, на какой стадии находятся семь объектов. Одна из первых контрольных точек – перекресток улиц Физкультурной и Александра Матросова. Здесь монтируют новую современную трубу с теплоизоляцией и специальными датчиками. Длина участка теплотрассы больше 500 метров, диаметр 700 миллиметров. За два месяца выполнили 80% всех намеченных работ. Со следующей недели подрядчик начнет устанавливать гидроизоляцию, после чего территорию вокруг благоустроят. На данный момент заканчиваем работы по технологии, то есть проложили весь трубопровод, заканчиваются сварочные работы. Мы обязаны 100% швов проверять рентгеном. После этого мы производим монтаж муфт изоляционных. Внутри изоляции проходят проводочки для системы обнаружения дистанционного контроля. То есть если где-то порыв, то благодаря специальным приборам специалисты смогут определить непосредственное место, где произошел порыв, будет там до метра. Трубы центральной системы отопления меняют в разных районах города. Несколько участков находятся в исторической части Самары. Так, на Некрасовской от Молодогвардейской до Самарской подлежит замене более 300 метров трубы. На Алексея Толстого перевооружают теплотрассу протяженностью почти 200 метров. На улице Ульяновской от Садовой до Галактионовской уложили пятисотку длиной почти 400 метров. Приступили к засыпке траншеи и благоустройству. После этого возьмутся за последний отрезок Галактионовской от Ульяновской до Студенческого переулка. Здесь будет марш 200. Наверное, скорее всего, 24 часа в сутки придется работать. И очень хочется надеяться, хотя бы, чтобы недели две нам дали. Думаю, до 1 сентября все будет. На 11 участках теплотрасс ремонт завершается. Они готовы на 80% и более. Замечаний нет. Ежедневный контроль осуществляем. По графику на трех объектах работы завершены монтажные схемы, ведется благоустройство. На восьми объектах практически монтажные схемы завершаются. Этим летом в Самаре поменяют больше 21 километра теплосетей на 22 участках. На этой неделе подрядчики также приступают к работам на дополнительных участках. Возможность их отремонтировать появилась благодаря переходу города к единому ценовому поясу. К октябрю все работы планируют завершить, и жители города зимовать будут в теплых домах и квартирах. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, События. Правительство Самарской области установило прожиточный минимум для населения за второй квартал этого года. Насколько увеличились значения, расскажем в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Российская валюта снижается в цене. На 8 августа Центробанк установил курс доллара на отметке 73,64 рубля. Американская валюта увеличилась на 60 копеек. Евро на предстоящие выходные 87,17 рубля. Европейская валюта прибавила 55 копеек. Нефть марки «Брент» по состоянию на 15 часов 7 августа – 44,17 доллара за баррель. Стоимость черного золота снизилась на 1,4%. В Самарской области на 650 рублей увеличили прожиточный минимум. В расчете на душу населения он составил 10 979 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель чуть выше – 12 126 рублей. Для пенсионеров – 8 751 рубль. Для детей – 11 000 рублей. Депутаты Госдумы будут настаивать на продлении льготной ипотеки под 6,5%, которая должна завершиться 1 ноября. Напомню, по этой программе россияне могут приобретать жилье только в новостройках. Срок кредита до 30 лет. Льготное кредитование не только позволяет людям обзавестись жильем, но и поддерживать строительную отрасль в России, которая является драйвером экономики. Даже если рыночные ставки по ипотеке продолжат снижаться, то ниже нынешнего льготного уровня вряд ли упадут. Российская экономика перешла к восстановлению. Она достигла своего дна в мае. Об этом заявили в Центробанке. Процесс восстановления, который начался в июне, носит очень неоднородный характер. В первую очередь восстановился потребительский спрос. Тут еще и сказались ограничения на международные полеты. Деньги остаются внутри страны, тогда как в третьем квартале прошлого года россияне потратили на зарубежные поездки около 800 миллиардов рублей. По прогнозам Центробанка, российская экономика восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022. На этом пока все. Оставайтесь с нами. В пятницу начальник главного управления МВД России по Самарской области Александр Винников представил личному составу заместителя начальника ведомства полковника внутренней службы Юрия Сафронова. Юрий Александрович на службу в органы внутренних дел поступил в 1992 году. Начав службу с должности инспектора охраны подотдела при УВД Липецкой области с 2011 по август 2020 проходил службу в должности замначальника полиции Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Награжден медалью за отличие в охране общественного порядка, медалями МВД России за доблесть в службе, за боевое содружество, за безупречную службу и другими почетными наградами. В этом году из стен Самарского юридического института вышли 224 специалиста. Выпускники будут нести службу во всех регионах России, от Калмыкии до Приморского края. Сегодня молодые люди получили свои первые офицерские погоны. На торжественной церемонии побывал наш корреспондент Анатолий Головко. Кирилл Герасимов мечтал служить Родине с самого детства. Молодой человек поступил в юридический институт, руководствуясь своим личным выбором, ведь в его семье нет военных. Грамотные, высококвалифицированные преподаватели сделали из юноши крепкого и слаженного офицера. Вскоре ему придется работать с людьми, которые отбывают наказание за различные преступления. Но Кирилл готов ко всем предстоящим трудностям. Учитывая тот багаж знаний, который уложили за обучение в 5 лет в институте, в меня и так далее, мне будет, в принципе, с этим легко справиться. Приложу по максимуму все усилия. Родители выбор сына поддержали. Они уверены, служба в уголовно-исполнительной системе – работа для настоящих мужчин. Это и стабильность, это и перспективы роста, это и гарантированная зарплата, что немаловажно в нынешнее время. По словам руководителей вуза, нынешние выпускники дисциплинированные, целеустремленные и точно знают, чего хотят. Во многом это заслуга преподавателей. На базе института трудятся кандидаты наук, доктора наук, люди, имеющие большой жизненный опыт, которые стараются передать молодому поколению. Ну и, соответственно, будем надеяться, что в дальнейшей своей служебной деятельности они будут этим руководствоваться и будут нести с гордостью честь и достоинство Самарского юридического института. В этом году юридический институт выпустил 224 специалиста. 27 из них останутся в Самарской области. Остальные будут служить во всех регионах России, от Калмыкии до Приморского края. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События. Сложные операции без швов и кровопотерь. В Самарской городской детской клинической больнице имени Ивановой появилось новое оборудование – электрокоагулятор. По нацпроекту здравоохранения годом ранее для больницы были закуплены аппараты МРТ и рентгеновские комплексы. Подробности в сюжете мэрии Елча. Выполнять бескровные операции без швов стало возможно благодаря новому уникальному оборудованию. Теперь оно на вооружении врачей в первой Самарской городской детской клинической больнице имени Ивановой. В первую очередь операции будут проводить детям, когда требуются сложные оперативные вмешательства. С помощью нового прибора уже сделано больше десятка операций. Аппарат довольно-таки сложный, но в двух словах это выглядит так. То есть он считывает все параметры организма. То есть мы нажимаем на кнопочку, он нам говорит, что кровеносный сосуд заварен, мы его можем спокойно пересекать. Никаких швов. Человеческий фактор убран, так скажем, максимально. Аппаратура на себя берет процентов 80 всех компетенций по самой операции. Ну и совершенно, так скажем, точно реабилитация больного происходит очень быстро. В прошлом году в больнице впервые появился аппарат МРТ. Также парк оборудования пополнился новыми приборами УЗИ и лоркомбайном. Теперь детей для обследования не приходится возить во взрослые поликлиники и стационары. Городская детская больница имени Ивановой – единственная, где проводят хирургию новорожденным. В год здесь делают около 100 операций. Новое оборудование для медучреждений всегда необходимо. Мы можем теперь проводить исследования по наркозам у себя и для своих детей, и для детей города. То есть нам присылают из поликлиник, в общем-то, что тоже было достаточно проблематично раньше на территории Самарской области. Очередности практически нет. Вот уже с момента установки оборудования, оно запущено в декабре прошлого года, проведено около 2000-2000 исследований. Развитие детской медицины – одно из важных направлений национального проекта здравоохранения, инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Реализация нацпроектов в Самарской области находится на контроле у губернатора Дмитрия Азарова. Ежегодно в детские учреждения поступает новое оборудование. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События. В выходные в Самаре пройдет День физкультурника. Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Сергеевич Алехин, которому недавно исполнилось 93 года, накануне спортивного праздника провел мастер-класс для молодежи и показал юным атлетам несколько упражнений. Сам он до сих пор занимается спортом и даже получил золотую медаль ГТО. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Спорт – главный секрет долголетия Сергея Алехина. Ветеран Великой Отечественной войны попал на фронт, когда ему исполнилось 16 лет. Он участвовал в кровопролитных боях на Кавказе и в битве под Сталинградом. Сергей Сергеевич поддерживает хорошую физическую форму уже на протяжении 93 лет. В молодости он занимался боксом, плаванием и бегом. Сейчас Сергей Алехин каждое утро делает зарядку. Это придает ему силы и энергию. В преддверии Дня физкультурника Сергей Сергеевич вышел на спортивную площадку и поздравил жителей Самары с праздником. Будьте здоровы, будьте счастливы. И самое главное – занимайтесь все время спортом. Это самое главное в жизни человека. Оно придает всегда силу, здоровье. И жить вам до 100 лет после того, как вы занимаетесь спортом. В 90 лет Сергей Сергеевич получил золотую медаль ГТО. Для этого ему пришлось сдать нормативы по отжиманиям и плаванию. В преддверии праздника ветеран провел мастер-класс для молодежи. Вместе с юными атлетами на спортивную площадку пришел и депутат городской думы, член регионального штаба Общероссийского народного фронта Валерий Барсук. Нам, с твоей стороны, намного проще работать даже с молодежью, с подрастающим поколением, когда мы можем ставить пример таких людей, которые именно в таком возрасте завоевывают почетные медали и награды, как Сергей Сергеевич. Традиционно День физкультурника отмечают во вторую субботу августа. В этом году праздник перенесли с Волжской набережной на территорию стадиона «Самара-Арена». Уже завтра там соберутся тысячи приверженцев здорового образа жизни. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События. Сайту телеканала «Самара-ГИС» исполняется один год. За это время он зарекомендовал себя как динамично развивающийся информационный портал. Широкий спектр новостей от событий городского масштаба до происшествий в России и в мире. Авторские проекты, оригинальная подача интервью, без слов. Экономика, политика, медицина, культура, спорт. Девиз нашего сайта – оперативность. За год работы более миллиона просмотров. Ежемесячно наш сайт читают более 50 тысяч человек. Просматривают свыше 100 тысяч раз. Прямой эфир в формате HD. Мобильные приложения на базах iOS и Android. Полный архив эксклюзивных телепроектов. На этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь на официальные страницы телеканала «Самара-ГИС» в соцсетях и на наш телеграм-канал. Все вам доброго и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!